Здравствуйте! В эфире телеканал АПС программа «Городские подробности» о важном и интересном в Архангельске за минувшие 7 дней. В этом году начнется реализация масштабного совместного проекта правительства региона и мэрии Архангельска строительства набережной Георгия Седова в Соломбальском округе. Вопрос о строительстве набережной Виктор Павленко ставил перед областным руководством еще в 2012 году. О том, что дело сдвинется с места, стало известно в ходе рабочей поездки Игоря Орлова и Виктора Павленко по памятным местам областного центра. В Октябрьском округе работы по благоустройству мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, завершаются. На территории самого большого в Архангельске воинского захоронения на Вологодском кладбище покоится прах 1260 бойцов. Нанесено 867 фамилий, которые подтверждены. И одну фамилию должны нанести мы Тимина. У памятника воинам-судоремонтникам, погибшим в годы войны, пройдут основные праздничные мероприятия соломбальцев. Покраска памятника завершается. Территория у монумента благоустроена силами активистов молодежных организаций «Соломбалы». Скоро здесь появятся цветочные клумбы. И тем не менее, мэр Архангельска Виктор Павленко заострил внимание на эстетическом виде памятника. Эти плиты, они эстетику не представляют. Конечно, сейчас уже есть современные материалы. Тротуарная хорошая плита, можно в разных цветах ее сделать. Памятный камень всем, кого не вернуло море, был установлен на набережной Георгия Седова в 1991 году. В этом году его приводили в порядок воспитанники соломбальской школы-интерната. Скоро начнется ремонт и самой набережной. Будем строить уже в этом году даже планируем начать. Проект вроде закончен. После того, как берег в этом районе «Соломбалы» будет укреплен, а набережная отстроена, можно будет всерьез говорить об установке памятника в честь погибших моряков. Проведен конкурс, есть проект, отобранный ветеранами, советами ветеранов, там совет ветеранов северо-морского пароходства. Просьба была, и вроде проектанты учли, чтобы камень оставил. Стоимость проекта по ремонту набережной Георгия Седова составит 580 миллионов рублей. Здесь начнется строительство новой набережной. Ой, хорошо, хорошо. Это набережная надо делать. Да, в набережной Седово. Да, раньше-то мы ходили, тогда шторм-то был такой, вот все разрушил. Будет красиво. Да, и так, и так, хорошо. Все равно река такая, все так и тянет сюда. А зимой вообще вон ходим на Хабарку. У монумента Победы на площади Мира запланировано кронирование аварийных деревьев. Кроме того, специалисты Горгаза очистят от гари звезду, чашу и горелку вечного огня. Архангельск хранит память. И с каждым годом этих символов нашей благодарности и уважения к подвигу народа, победившего фашизм, становится больше. Накануне 7 мая мы будем открывать к сфере Победы на Чумара-Лучинского новый памятник. И здесь вот напротив 30 августа, посвященный северным конвоям, начнется строительство, не капитальный ремонт, а строительство набережной Седово от гидромета. Вот и дальше туда до СМЗ практически. И в рамках этого проекта будет построен памятник вместо закладного камня всем, кому не вернуло море. Вот поэтому эта работа будет продолжаться, и это не сиюминутное мероприятие, а в дальнейшем будем работать над памятниками новыми, строить новые, ремонтировать, потому что это память. В рамках акции «Чистый обелиск» во всех округах продолжается работа по ремонту мемориалов и благоустройству территорий вокруг них. По распоряжению мэра Виктора Павленко восстановительные работы будут завершены к 6 мая. Все 42 памятника Великой Отечественной войны в Архангельске будут надлежащим образом подготовлены к празднованию Дня Победы. Наказу героев верны. Так называется общероссийский патриотический форум, который откроется 5 мая в Москве. Его участники – делегации городов воинской славы России. Важным моментом съезда станет передача гильз с землей, которыми представители делегации обменяются друг с другом. Накануне в Архангельске полноправном участнике форума также готовились к этой церемонии. В 1942 году в результате фашистского налета здесь, на улице Поморской, было уничтожено несколько жилых домов. Погибли люди. А весной 43-го Архангелогородцы разбили на этом месте сквер, назвав его именем Победы. Потому было решено – земля для гильз, которая отправится в городов воинской славы, будет взята из этого Архангельского парка. Над наполнением гильз скрупулезно трудились активисты Молодежного совета Архангельска. Участие в этой акции для меня – это значит дать дань памяти всем воевавшим в этой войне. И мой дедушка тоже воевал в войне. Это очень важно для моей семьи. Быть причастным к великому подвигу важно для каждого, кто пришел к стелле Архангельска в город воинской славы. В день, когда 70 лет назад над поверженным Рейхстагом было выдружено знамя Победы. В торжественной обстановке гильзы, землю и сквера Победы передаются Архангелогородцам. Тем, кто поедет в Москву на патриотический форум наказу героев верны. Ну и, конечно, большая ответственность представить город, ехать вместе в составе с мэром. Ну это очень почетно. Дорогие товарищи, это ведь почетно, все-таки это знаменательный для молодежи, что это все не забывается. Все эти наши памятные дни и дни ворошевого насосновения, нашей Победы, это все будет воспроизведено для молодежи. Представители 45 городов воинской славы обменяются капсулами землей 5 мая на Поклонной горе и доставят их в свои города. От имени Архангелогородцев почетную миссию исполнят ветераны Великой Отечественной войны, молодежь поморской столицы и мэр Архангельска Виктор Павленко. Вот присвоение городу воинской славы 5 лет назад, оно действительно всколыхнуло и сплотило Архангелогородцев вокруг вот этой идеи патриотизма. И вот в это трудное время, когда неонацизм, фашизм поднимает голову и прежде всего затягивает в эти страшные сети молодежь, нам ни в коем случае не надо допустить вот этой вот каналии. Думаю, что ребята, воспитанные духом патриотизма, этого никогда не позволят. Наши ребята настоящие патриоты своего города, своей России. А в сквере Победы скоро появится новый памятник жителям военного Архангельска. Его торжественное открытие состоится 7 мая. Накануне 70-летия Великой Победы распоряжение мэра Архангельска Виктора Павленко пяти архангельским образовательным учреждениям присвоены имена Героев Советского Союза и участников Великой Отечественной войны. Какие школы и почему удостоены такой чести, знает Инга Швецова. Свой подвиг, за который Павел Усов был удостоен звания Героя Советского Союза, наш земляк совершил при форсировании реки Тайпен-Йоки. Память об этом событии бережно хранят в США номер 2, где Павел Усов работал директором. Виктор Павленко вручил постановление о присвоении школе имени Героя. Я думаю, что на примере Павла Васильевича, потому что спорт, в общем-то, закалка спортивная, ему помогла именно выполнить это труднейшее боевое задание. Память о неуловимом катернике и величайшем морском снайпере Александре Осиповиче Шабалине навсегда войдет в летопись 50-й школы Архангельска. В ней ведется большая исследовательская, творческая и поисковая работа по увековечиванию памяти Героя Войны. Нас переполняет чувство гордости, чувство радости, ну и огромная ответственность перед потомками. Фронтовик Василий Филиппов был уникальным педагогом. Учить грамоте начал еще в 18 лет. Был первым директором школы номер 2. Именно заслуженный учитель РСФСР Филиппов создал здесь хор, который теперь перерос в музыкальную школу «Гармония». Но для бывших коллег и выпускников он до сих пор остается любимым и лучшим учителем. Теперь мемориальная доска с именем педагога появится на здании школы накануне Дня Победы. Сегодня-то, наконец, мы получили долгожданное постановление о присвоении нам имени Василия Филипповича. Это стало итогом многолетнего труда нашего педагогического коллектива, родителей и наших учеников. Сколько бы лет не прошло со времен Великой Отечественной войны, память о ней занимает особенное место в сердцах каждого. И те, кто оберегает и сохраняет, достойны особого уважения и благодарности. Так, 52-я школа будет носить имя Героя Советского Союза Геннадия Катарина, а 35-я отныне называется школой имени Прокопия Галушина. Нужно нам сохранить правду о Великой Отечественной войне, подвиг наших ветеранов, которые отстояли честь и независимость нашей Родины и вообще спасли весь мир от нацизма. И сегодня в современных условиях, условиях непростых отношений на Украине, это еще больше проявляется. Поэтому воспитывать настоящих патриотов России на примере наших героев – это очень важная составляющая военно-патриотической работы. На зданиях школ, получивших имена героев, будут установлены мемориальные доски. Первую из них в честь дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина откроют уже 7 мая в 13.30 в школе номер 50. Целый спектр вопросов от ликвидации и разрытия незаконных свалок до ледохода обсудили участники еженедельного совещания в мэрии Архангельска. Первая тема – ледоход на Северной Двине. Уровни воды были низкими, опасений движения льда не вызывало. Зато другой вопрос – уборка сухой травы требует пристального внимания глав округов. Как отметил мэр Виктор Павленко, риск возникновения пожаров необходимо свести к нулю. От пала травы, конечно, может быть страшное дело. Сараи, бесхоз, вот эти заброшенные у нас дома. Пока в городе Архангельске пала травы нет. Но, обращая внимание, под персональной ответственностью наших глав… Виктор Павленко также заострил внимание на ответственности энергетиков за восстановление территории, оказавшейся разрытой после проведения работ. По устранению всех разрытий, особенно где это касается, ну, газонов тоже, но где касается асфальта и так далее, где, может быть, уже закрыты ордера, но просело, давайте вместе все-таки устранять. График есть, составлен, подписан, за его, скажем так, исполнение следим. На совещании шла речь и о готовности специалистов сферы ЖКХ безаварийно провести майские праздники. Задача номер один, еще раз говорю, на контроль, гидранты все проверить. У нас тем более есть план дислокации, где, чего, какой расход. Все это у нас научно обосновано. Так что по пожарным водоемам, что по гидрантам. Так вот эту ситуацию держать на контроле. В завершении совещания были подведены первые итоги двухмесячника по уборке города. За последние две недели с улиц Архангельска вывезено более 400 тонн мусора. Очередной субботник состоится 29 апреля. Уборка города прошла и на этой неделе. 29 апреля состоялась общегородская санитарная среда. Рабочий день не стал помехой. Активность северян была, как всегда, на высоте. Уборкой города в санитарную среду занялись несколько тысяч архангелогородцев, работников коммунальных служб и сотрудников структурных подразделений мэрии Архангельска. Для того, чтобы собрать и вывезти мусор, к работе было привлечено 50 единиц техники. Я хочу, чтобы наш город был чистым, здесь живут наши дети, и поэтому, чтобы они ходили здесь, видели, что вокруг чистота, порядок. Созидательная и организационная сила субботников доказана их почти вековой историей. И по сей день активистам не жаль, ни времени, ни сил на доброе дело. Ведь они не просто выполняют полезную работу, но и подают пример подрастающим поколениям. Проведение субботников – очень важное мероприятие. Во-первых, из материального становится гораздо чище, но не на всей территории. Но хотя бы мы сегодня убираем центральную улицу, она сразу стала опрятнее и пригляднее. Из морального – это те, кто участвует, уже стесняются или просто не имеют морального права бросить окурок на чистую поверхность. В этом году стимул как можно скорее очистить город от зимнего мусора особенно силен. Впереди не только майские праздники, но и 70-летие Великой Победы. Внести свой вклад в подготовку архангельских улиц к этому дню может каждый горожанин. В администрации округов добровольцев обеспечат всем инвентарем, необходимым для работы. Такой была эта неделя в Архангельске. Я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами до следующего воскресенья с пожеланиями всего самого доброго и с наступающим праздником 70-летия Великой Победы. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова